Он адекватно отражает ситуацию говорения на русском литературном языке. Это вроде бы парадоксально выглядит, но связано это с той системой помет, которая принята в орфоэпическом словаре. С одной стороны, он может очень долго не давать тот вариант, который обществу кажется приемлемым и может быть даже наиболее правильным. Ну вот такая лакмусовая бумажка, это слова типа «творок ворок» или слова типа «обеспечение» и «обеспечение». То есть вот в этой вот схеме мы можем кое-что с вами понимать, потому что вы сами как говорите, обеспечение или обеспечение? Обеспечение, да, то есть вам этот вариант более современный, он кажется наиболее приемлемым. По аванесовскому словарю это все еще нерекомендуемый вариант. Причем вот я знаю пособия, которые года с 95-го, но я именно с этого времени неплохо знаю те пособия основные, которые выходят по нашим предметам. И соответственно с 95-го года уже есть пособия, которые не просто призывают сделать обеспечение допустимым вариантом, но предлагают продвинуть его в сторону правильных или самых правильных вариантов. На аванесовский словарь этому не поддается. И интересно, что за вот этот период, где-то лет там 20, которые я себе представляю с точки зрения произношения, хорошо видно, как идут волны, то есть волна полного отказа от литературного произношения и обеспечения. Особенно это было ярко видно в перестроечную, постперестроечную эпоху, новые дикторы, дикторы часто необразованные или специально необразованные, если точнее говорить. И они говорят обеспечение во всех контекстах и не замечают совсем никакого нарушения нормы. Но вот что-то меняется, и с 2000-х годов опять новых научили дикторов там и преподавателей, которым показали, как правильно в словаре. И они опять принесли за собой этот литературный вариант обеспечения. И он сейчас заново атакуется, хотя вообще-то все больше людей знает, что в словаре правильно обеспечено. И сказать в языке, куда и как качнутся весы вообще-то нельзя. Потому что может оказаться, что через 20 лет люди будут смеяться над теми, кто говорит обеспечение, и считать, что обеспечение это так естественно и так грамотно. Понятная мысль, да? То есть вот такой словарик, как Аванесовский, в этом его и задача существенная. Он сохраняет норму, он долго-долго ее не меняет. И мы, практики между собой называем этот словарь академическим. Хотя вообще-то официально академического статуса он не имеет. Он издан в Российской Академии Наук, но сами авторы этого словаря придерживаются такой точки зрения на арпоэпию, которая не позволяет им заявить этот источник как академический. В частности, многие другие словари, это не такой уж сложный статус академический словарь. Нужно просто вовремя подать заявки, пройти определенное лицензирование. В принципе, если словарь сделан корректно, то ты его пройдешь. И получить статус государственного нормативного словаря. И если он в Академии Наук сделан, то академического словаря. Здесь авторы скромнее себя ведут и представляют арпоэпию так, что каждый словарь вообще-то фиксирует собственные представления авторских коллективов о том, что такое норма. Если вы вспомните лекцию, я вам как-то объяснял, что такое языковой авторитет. Вот в арпоэпии языковой авторитет очень много значит. И если у людей, создающих Аванесовский словарь, языковой авторитет лежит в области произношений по старшей норме, то есть произношения творог вместо творога или обеспечения вместо обеспечения, то понимаете, пока эти люди не вымрут, это никуда не сдвинется. И даже когда они вымрут, еще лет 40 будут помнить, что вот те вот авторитетные, хорошо говорящие люди, они говорили так, и это никуда не сдвинется. И это вообще-то для литературного языка очень хорошо, потому что большой враг литературного языка это резкие колебания. Причем в любую сторону, резкое колебание в любую сторону очень опасно. Например, если сегодня законодательно запретить всем людям в официальной речи по телевидению, на радио, в образовательной среде употреблять просторечные слова, потому что они же не нормативны вообще-то, то для литературного языка это будет какой-то кошмар. Потому что вообще-то это не ресурс литературного языка, но дело в том, что это определенная краска, которой пользуются в речи. Если людям, вот мне, например, официально запретить на лекции использовать просторечные слова, например, я, например, послушаюсь, то это означать будет только одно, что я часть литературных слов приспособлю для того, чтобы они создавали вот эту краску просторечия. Я проверю, что они по словарю литературные. Но разве это хорошо для литературного языка? Ничего хорошего в этом нет. То есть я изыну определенный ресурс из литературного языка и переведу его в область низкой лексики. Контекстуально это делать не очень сложно, то есть тут все во власти говорящего, но для литературного языка это так же плохо, как любые другие запреты и обязательства, кроме вот такой конкуренции словарей. Итак, Раванессовский словарь, он традиционалистский. Выпускается в России сегодня множество словарей. Не таких. Это авторские орфоэпические словари. Иногда они имеют очень большие регалии по надписям на обложке, и вам может казаться, что это тоже очень авторитетный словарь. И без сомнения по авторам он может быть авторитетным. Но у них другая задача. Вот если есть уже один словарь, по сути, академический, то все остальные словари видят свою роль в том, что они атаковывают эту позицию. И эта атака, она в чем заключается? В том, что академический словарь не признает уже произошедших с точки зрения практиков изменений. А другой человек, например, я начинает составлять словарь, я пересматриваю Аванессовский словарь в трудных случаях, и начинает думать, так, так уже не говорят, это не говорят, здесь надо разрешить, так тоже грамотные люди говорят, я их знаю. И я фактически строю такую более или менее осознанную атаку на традиции в речи. И, соответственно, это нормальная ситуация. Нормальная ситуация, которая перед практиком ставит вопрос в том, к какому словарю ты доверяешь. Ну и, конечно, с точки зрения культуры речи оказывается очень интересная ситуация, потому что можно посмотреть, кто из ученых какие позиции орфоэпически отстаивает, и, главное, из каких регионов, потому что множество словарей создаются в регионах, региональными специалистами, они фактически отражают региональную норму. И когда это отслеживаешь, то ты начинаешь замечать, что на самом деле изменения в литературном языке не происходят одновременно, они происходят регионально, и потом какие-то из них выдавливают что-то. Вот я не знаю, помните ли вы, я-то хорошо помню, когда чоканье считалось яркой уральской чертой речи. Сегодня президента Медведева показывают по телевидению, и он в разговоре с министрами чокает, и говорит, что до каких пор мы будем это так. Причем ему кажется, что это такая краска интимизации речи, такая нормальная краска. Один город, по-моему, в России не чокает так ярко, это Санкт-Петербург. То есть он там пользуется этим своим словечком «что» и не пользуется нашим «чо». Ну то есть что разошлось по регионам? Но на самом деле я ведь тоже не все регионы знаю, я не знаю, на Дальнем Востоке чокают или нет. Чокают. Ну вот, хорошо, теперь можно знать, что с вашей точки зрения чокают. Но понятная ведь мысль, что это такой процесс, и его хорошо отслеживают. Вот еще одна такая лапмусовая бумажка смешная, которую надо знать. Вы, если заглянете в академический, в аванесовский словарь орфоэтический, вы, например, увидите вот это слово, о котором лет пять назад журналисты очень много говорили. О слове «егурт» написано именно с таким ударением. Да, то есть вот вы хоть раз слышали, что кто-нибудь кроме меня сейчас так говорит? Или обсуждает? Я тоже не слышал, честно говоря. И здесь очень интересная эта ситуация сама по себе, потому что она показательна для понимания того, как строятся орфоэтические словарь. Дело в том, что конкретный человек, конкретный исследователь когда-то внес слово «йогурт» в орфоэтические словарь. И сделал он это давно, в 70-е годы, если не в 60-е, 20-е века. Когда этим словом «йогурт» никто, кроме специалистов, не пользовался. То есть вот были закваски определенного типа, и все, люди пили кефир. Они пили в крайнем случае ацетофилин, но они не пили йогурт. Это было непонятное для советского человека слово, и вообще-то какое-то инородное. А в словарь вот так его внесли. И тот человек, который вносил, он вот так, этому человеку задавали потом много раз вопросы. Откуда вы вообще взяли такое ударение йогурта? Вот откуда, где, из какого языка, из чего? Человек сказал, не знаю, мне кажется, так благозвучнее, я так считаю, что так вообще хорошо говорить им. И эта история длится давно, и там до сих пор в словаре написано «йогурт». И когда это обсуждается на специальной комиссиях, говорят, ну давайте поменяем, ведь это же явно какое-то не то произношение. Говорят, ну почему же не то? Вот конкретный человек, он считает, что то, мы так оставим. Ну пусть будет. Ну, говорят другие, мы же не запрещаем, у нас же нет закона, чтобы все говорили «йогурт». Мы и сами говорим «йогурт», и пусть мы все равно так оставим. То есть вот эта позиция в орфоэпи, она может казаться какой-то наивной, и, например, с точки зрения законов физики может быть неприемлемой, потому что законы физики распространяются на все и сразу, вроде бы, я точно не знаю. Но в филологии такая вещь, она, в общем-то, оказывается жизнеспособной. Она, во-первых, связана с индивидуализацией речи. И я вам об этом случае рассказываю не для того, чтобы вы не верили словарям, а для того, чтобы вы помнили наши первые занятия. Словари существуют в первую очередь для того, чтобы вы сравнивали свой вариант со словарным, и для того, чтобы вы в сложных случаях искали объяснение для себя, почему вы выбрали этот вариант. Понятная мысль? Ну, я выбираю рожки вместо рожки, хотя знаю, что это рожки, потому что рожки так говорят не в нашем регионе, а рожки про макаронные изделия так говорят в нашем регионе. При этом я знаю, что в учебниках написано, что рожки – это рога, а рожки – это вот макаронные изделия. Ну, что это разные слова. Но я не меняю свое произношение, потому что мало с кем об этом разговариваю и считаю для себя нормальным, что я знаю, как правильно. Сразу вижу людей, которые говорят по литературной норме и спрашиваю их, из какого региона они приехали, потому что знаю, что у нас так в Тагиле говорят рожки, про булочки так в Тагиле говорят. Я тагильский человек, мне про Тагилу рассказывать очень надо. Вот, да, то есть у вас где-то был источник, связанный с литературным языком, который знал, что она говорит рожки и, видимо, противостоял всему Свердловскому произношению. Вот, но так бывает, и в этом я не пытаюсь здесь уесть человека, а наоборот, я с уважением отношусь. Я сам часто говорю творог, хотя с детства говорил творог, и рос в среде, где все говорили творог. Но поменял это произношение, потому что мне кажется так красивее. Ну и прочее, то есть отстаивать правильные варианты, это хорошо. Но каждый раз это осознанный выбор. Я, например, никогда не говорю, там, созвездие Овна. Я точно знаю, что это правильно, и всегда говорю созвездие Овна. Я не очень часто тоже обсуждаю гороскопы с людьми, и, в общем, позволяю себе здесь пользоваться просторечным ударением. Вот, видимо, у меня такой круг друзей, что если я буду говорить с ними созвездие Овна, то каждый раз мы будем всем смеяться сначала, а потом продолжать разговор. И это не говорит о том, что у меня хороший круг друзей. Понимаете? То есть это просто осознанный выбор. Вот каждый раз, когда вы совершаете такой осознанный выбор, и решаете для себя, что вы будете говорить йогурт, а не йогурт, как посчитал один крупный лингвист-специалист, но единственный, видимо, в мире. И вот он так и говорит, и только те, кто его любят и уважают, говорят, след за ним так. То есть вас это не должно особенно волновать, но вот выработка этой позиции, она для орфоэпии принципиальна. И именно поэтому мы об орфоэпическом словаре отдельно говорим, как о словаре, где создана шкала нормативности. То есть это нужно записать. В орфоэпическом словаре создана шкала нормативности. То есть та шкала, которая позволяет нам оценивать выбранные нами варианты. В отличие от толкового словаря и многих других словарей, где ставка делается только на нормативность и только на правильный вариант, традиция орфоэпическая такая, что нужно показывать людям и правильные варианты, и другие варианты. Существующие, активно употребляющиеся, чтобы человек понимал, в какой зоне произношения он находится, чтобы он мог осознанно корректировать свои произношения. Сегодня среди преподавателей, в том числе вузовских, но в основном в школьных, есть такая позиция, что да ну эти неправильные варианты, удалим их из всех справочников, только людей избивают, ведь человек увидел неправильный вариант, он знает, так тысячи людей, кроме меня, говорят. И его отучить от этого становится очень трудно, потому что он говорит, да так все говорят, много говорят, даже в словаре про это написано. Но наша с вами позиция все-таки не отказываться от того, что есть в языке, тем более еще раз подчеркну, в языке процессы идут неоднонаправленно, и это норма для языковой системы, что есть неоднонаправленные вещи. Итак, сначала разрешительные пометы. Разрешительные пометы. То есть, описывающие существование в языке нескольких правильных вариантов. Первый из них это помета И, соединяющие варианты. Помета И. Напомню, что в толковом словаре варианты, соединенные союзом И, это первый вариант наиболее правильный, второй менее правильный. В архоэпическом словаре союз И соединяет два абсолютно равноправных произношения. Думаю, что большинство из вас говорит баржа. Но когда мы слышим произношение баржа, мы должны понимать, что это тоже нормативное произношение. И это очень важная часть архоэпии и вообще культуры речи. Выработка в сознании отношения к чужому произношению толерантного. Мы этому сегодня отчасти посвящено все наше занятие. И я сам не поклонник толерантности к культурологической категории. Мне кажется, что она часто обманывает нас и мешает нам защищать свои права. Пока мы находимся в таком обществе, где важнее защищать свои права, а не только думать о правах человека рядом с тобой, если он нарушает свои права. Ну, ладно, про толерантность пусть с вами политологи и социологи разговаривают. А толерантность архоэпическая, да это другое дело. Видите ли, когда человек говорит не с тем произношением, как говорите вы, то первая реакция нашего мозга – человек дурак. То есть вот, а он может быть просто сказал баржа, это тоже правильно. И если мы своему мозгу позволим нам так оценивать людей, вроде все, этого человека никогда больше не слушаем, это приводит просто к тому, что мы не воспринимаем информацию, которая вообще-то именно нам нужна. Поэтому здесь толерантность, она прагматически оправданная. Это выгодно слушать людей даже тогда, когда они говорят не так, как вы, и может быть неприятны для вашего мозга. Но надо их выслушать и на сумме информации делать вывод, дурак он или не дурак. Потому что, ну очень часто, мне эта мысль очень ярко стала понятной как раз во время деловых переговоров разного толка. В деловых переговорах ты понимаешь, что вот человек говорит с тобой неграмотно, но не это важно. Важно понять, договорились вы до того, что тебе выгодно, или не договорились. И если ты начинаешь партнера оценивать по принципу, о, он звонит, говорит, все, не буду иметь с ним дело, то ты просто подставляешься в целом ряде других более важных случаев. Поэтому надо приучать свой мозг к тому, чтобы слушать людей даже вопреки тому, что он говорит не нравящимися тебе произношениями. Другая разрешительная помета. Эта помета и допускается. Запишите ее, пожалуйста, и в сокращенном виде, и в расшифрованном. Потому что многие читают ее и дополнительно, и это неверное. Прочитанная, избивающая с толку расшифровка. И допускается. Из самой панеметы хорошо ясно, что первый вариант наиболее правильный, а второй вариант имеет, как правило, суженную сферу функционирования. То есть он тоже правильный, не нарушает норм, но обычно он характерен для разговорной речи, или для речи профессиональной в каком-то кругу, или для поэтической речи. И эти ограничения, они прописаны. Они могут рядом с пометой допустимо стоять. Но в целом эта идея, что так менее правильно, хотя можно. Но вот как раз в такую пару попадает произношение творог, старшая норма, и допускается творог. Соответственно, привычное нам с вами произношение творог, которое мы слышим постоянно, оно не нарушает норм литературного языка, и выбор здесь фактически такой. Говорю творог, соответственно, говорю так, как говорили до меня на русском языке сотни лет, и хочу поддерживать это авторитетное произношение. Говорю творог, значит, хочу говорить так, как говорит большинство современных людей, не задумываться о том, какое из произношений было лучше 50-70-100 лет назад. Помета допускается, как и ряд других помет, может сопровождаться уточнениями. Одно из самых важных уточнений – это помета уста. В отличие от толкового словаря, помета устарелая в орфоэпическом словаре указывает не только на то, что это вариант, относящийся к прошлой эпохе. Как раз эпохи орфоэпия описывает подробно в специальных пособиях. То есть варианты вообще-то, они соотнесены с той или иной культурой, с той или иной эпохой, но в данном случае устарелая указывает на то, что этот вариант когда-то был самым главным. То есть кроме пометы, что это исторически созданный вариант, важно, что такую помету получают только те варианты, которые когда-то были наиболее правильными. То есть это фиксация ситуации, что вот эти вещи применялись местами. Что когда-то одно было главным, теперь оно устаревает и уходит в допустимые, но сохраняет эту логику старшей формы. Соответственно, человек пожилой, он может и не знать, что словари там что-то поменяли, и пользоваться этим вариантом как основным, опираясь на свое образование, на свой период обучения. То есть к помете устарелая, надо здесь относиться очень аккуратно, причем она может попасть и в запретительную зону, и будет тоже указывать на то, что хотя сегодня этот вариант запрещенный, но когда-то он был правильным и самым главным. Понятно? Соответственно, у него уже другая история у этого варианта и другая культурная подоплека. Вот две основные пометы разрешительные. Остальные пометы, которые создают эту шкалу нормативности, это пометы запретительные. Все запретительные пометы даются после восклицательного знака. Восклицательный знак здесь это универсальная характеристика того, что дальше пошла информация о неправильности. Но сами эти неправильности тоже градуированы. Самый первый уровень оценки неправильного варианта. Эта помета не рекомендуется. Не рекомендуется. Это самый слабый запрет. Как раз в эту зону попадает вариант обеспечения. Обеспечение это нерекомендуемый вариант. Составители словаря отмечают, то, что нерекомендуемо, это очень широко распространено. И многими образованными людьми не считается за ошибку. И, соответственно, в скором времени может перейти в зону допустимого. Нерекомендуемое. Значит, многие так говорят. Образованные люди многие не считают за ошибку. И, соответственно, это вскоре может перейти в зону допустимого варианта. Интересно, что с точки зрения хорошо образованного человека, следящего за речью, вполне может оказаться, что он допустимые варианты и нерекомендуемые в сознании сливает. Ну, например, когда общаешься с людьми, составителями этих справочников, не скрою, что для них люди, которые говорят творог, и люди, которые говорят обеспечение, это примерно одинаково не очень грамотно говорящие люди. Понятная мысль, да? То есть, смотря где человек для себя ставит вот эту галочку, что О неправильно сказал. И вполне вероятно, что он ее ставит уже здесь. Но это его личное дело. И он так считает. Слова дает здесь нам более широкий выбор, и это очень интересно на мой взгляд. Следующий уровень запрета. Это уже запрет гораздо более категоричный. Помета неправильна. Неправильна. Этой пометой присоединяются варианты, которые большинство образованных людей узнает как ошибку. То есть, вот такая эмоция узнавания ошибки, она вообще-то очень сильная. И здесь, конечно, нужно обращаться к людям, которые говорят, звонят. И, ну, у нас вокруг многие так говорят, и я знаю образованных людей, которые так говорят, знаю даже людей, настаивающих на том, что они так говорят и будут так говорить, и отстать от них все. То есть, говорят и говорят. Я сейчас не в упрек. Но именно эти люди по себе хорошо знают, как они произносят где-то при людях, там, созвонимся, да. И вдруг раз так в глазах у других людей что-то мелькает, что-то там щелкает такое, типа, о, ошибся. Вот эта вот эмоция узнавания ошибки, она чрезвычайно сильная. И мы ее чувствуем на себе хорошо. Ну и вот я приводил уже пример с чоканием, да. Мы здесь можем и на лекции почекать полушутку, полусерьез. И никто это не ставит нам в какой-то ущерб, в какую-то обиду. Но приезжаешь в другое место и вполне вероятно натыкаешься на то, что даже рассказывая анекдоты чокая, ты нарываешься на вот эту оценку о чоке. То есть, неграмотный, плохо говоря. Понятная мысль? Ну, я помню смешную такую ситуацию, как Евгений Ройзман пару лет назад дал интервью одному из федеральных глянцевых журналов. И вдруг, получив это интервью, он удивился и даже написал в ЖЖ, вы знаете, зачем-то журналист все мои что поменял на чок. Я вообще-то в жизни не чокаю, написал Ройзман. Я, говорит, задал вопрос издателю журнала, а зачем это сделать? Он сказал, ну, мы хотели разговорности добавить. Но Ройзман написал, но себе журналист не написал, что себе, он везде что написал. То есть, вы видите, что на самом деле такими вещами, произносительными вариантами, пользуются как некоторой портретной бумажкой лакмусовой. То есть, вот создают портрет некоторый. Есть третья степень нарушения нормы, которая как раз связана с идеей портретирования. Они все вообще-то с портретированием связаны, но эту ошибку я даже называю портретной ошибкой. Это помета грубо-неправильно. Грубо-неправильно. По сути, это портретная ошибка. В каком смысле я здесь пользуюсь этим словом портретная? Это значит, что вы человека забудете, а эту ошибку этому человеку помнить будете. И вот, как это обычно происходит? Это какой-нибудь вечер встречи, 20 лет прошло, вы встречаетесь с преподавателя, не помните. А кто-то там начинает что-то про него рассказать. Вы говорите, да кто это, кто это? И он говорит, но он еще вот так-то говорил. И раз этот человек всплывает у людей. Потому что не помнит ни кто он, ни как его звали, ни что он преподавал. А вот эту портретную ошибку где-то откладывают в голове и помнят ему долго. С другой стороны, портретная ошибка. У нее есть очень неприятное свойство. Человек может быть чрезвычайно красноречивым и даже опытным оратором. И он выходит перед аудиторией, все его внимательно слушают. Стоит ему позволить себе одно такое произношение, случайно вырвавшееся, как аудитория для него потеряна навсегда. В мозге очень сильный сигнал проходит от этих грубых неправильностей. И сигнал этот почти приравнивается отмене всего, что было хорошего в речи этого человека. Если человек говорит, что это вроде офицера, инженера, то уже никто никогда не поверит, что этот человек вообще-то очень хорошо говорит и владеет речью. Вот поверить в это будет невозможно. Человеку простят грубые просторечные выражения, там лексические, какие-то обороты странные. Много могут простить. Но вот этих вот неправильностей, грубых неправильностей, ему не прощают. Их интуитивно считывают и сразу же отменяют все хорошие стороны его речи. Понятная мысль? Именно поэтому называют портретной ошибкой. И если вот здесь это ваше дело, избавляться или нет. Вот здесь работает схема. Самому лучше так не говорить. Реагировать на чужие произношения неправильные надо осторожно. Например, если в вашем кругу все говорят неправильно какое-то слово, а вы один говорите правильно, то делать другим замечания, конечно же, не следует. Вот когда вас поправляют, она говорит, вы знаете, вообще-то это правильно. Ну и продолжать там говорить, как ты хочешь. Но это выбор человека, и он сам себя здесь демонстрирует. Тут не надо ничего особенного делать. Вот здесь вот людям надо уже просто помогать. Потому что чаще всего такие ошибки совершают люди, носители диалекта, носители просторечия, когда у них это совсем не разграничено, литературные языки просторечия. Носители некоторых жаргонов, когда они не владеют нормами литературного языка, они жаргонные формы начинают литературные переносить. То есть многие такие вещи требуют именно помощи. Просто человеку сказать, ты знаешь, вообще-то вот такие произношения воспринимаются, как очень сильно режущие слух, и тебя будут плохо оценивать. Есть еще четвертый уровень запрета, которого в словаре нет. Что это означает? Это написано и в предисловии, это не я придумал, можете почитать. Они это, правда, не называют четвертым уровнем запрета, а говорят так. Некоторые, особенно грубо нарушающие нормы литературного языка, варианты в словарь не включены, дабы не смущать людей. Потому что жизнь показывает, что любой из вариантов, зафиксированный словарем, он уже приживается. Пусть он сто раз грубо неправильный, человек скажет, я и сам грубый и неправильный, и будет продолжать так говорить. То есть его, если он хочет говорить, уже не переучишь, особенно если это написано в словаре. Поэтому ряд вариантов там не зафиксирован. Например, там произношение шофер не зафиксировано. То есть оно существует, кто-то пользуется полушутку, нет там, я в частушках, например, знаю это произношение. Соответственно, оно есть, но оно там не фиксируется. Или там характерный для Урала вариант произношения легче, мягче, там тоже не фиксируется. Тоже грубо нарушает норму. С точки зрения составителей словаря, лучше эти варианты сюда не включат. Но еще раз напомню, самое главное в этой системе, в момент, не то, чтобы вы осознали, что вот это можно, а это нельзя. Можно и нельзя, это должен быть ваш выбор. И чем более он осознанный, чем больше вы усилий тратите на то, чтобы понять, почему вы выбираете этот вариант, тем сильнее у вас развивается именно речевая компетенция. Потому что дело словарей, это не указать нам, где мы ошиблись, а помочь нам именно развивать речевую компетенцию. Ну, дальше мы переходим к теме акцентологические нормы. Этот словарь с нами три типа норм должен проработать. Акцентологические, орфоэпические и морфологические, потому что именно им он посвящен. Акцентологические нормы, это правила постановки ударения. Правила постановки ударения. В русском языке это очень сложные нормы. У нас с ударениями все непросто. Если давать общее определение ударений, то ударение это выделение голосом какого-либо элемента в речи. Но нас будет интересовать только словесное ударение, поэтому мы запишем его определение. Словесное ударение это наиболее долгое и отчетливое произнесение слога в слове. Наиболее долгое и отчетливое произнесение слога в слове. Принципиальная важность ударения это важность смыслоразличительная, потому что наш мозг считает, что ударный слог он самый важный для того, чтобы вы опознали все слог. Соответственно он его наиболее внимательно слушает и изменение места ударения приводит к тому, что мозгу трудно воспринимать слова. Связано это еще с законом редукции безударных гласных. Вам не надо записывать это название, но суть я вам сейчас покажу. Дело в том, что когда мы изменяем место ударения, мы на самом деле меняем не один слог, а все слоги в этом слове. Вот на примере простого слова это легко показать. Вот слово, у которого нет никаких вариантов ударений, то есть одинаково оно у нас произносится, здесь норма не атакуется ничем. Хорошо. Если говорим с литературным произношением, то это произношение хорошо. Хорошо. Вот так вот это выглядит. А теперь попробуем искусственно перемещать ударение на второй слог и на первый слог. Что произойдет с остальными слогами? Простите, я сотру немножко, чтобы виднее. Когда я перемещу ударение на второй слог, подчеркиваю, искусственно, так никто не говорит по-русски. Вот эта звездочка будет обозначать, что это придуманная форма, ее нет. То у меня получится произношение, которое больше соответствует потенциальной сравнительной степени для этого слова. Хорошо. У нас сравнительная степень какая от него? Лучше. То есть она сублитивная, она от другого корня. Но если мы от этого корня образуем, то мы получим как раз произношение характерное... Простите. Да, вы уже правильно произнесли. Вот такое. У нас будет произношение хорошее. Хорошее. А если я перемещу на первый слог это ударение? Да, вот вы уже поняли закон редукции безударных гласов. У нас получится слово, гораздо больше похожее на слово корж, чем на слово хорошо. Потому что это будет слово хорж. Соответственно, уверяю вас, когда вам позвонят и спросят по телефону, как дела, а вы шутки ради ответите хорж, вас никто не поймет. Потому что мозг того человека не получит нужного сигнала. Смещение места ударения, оно приведет к тому, что он будет пытаться опознать вообще другие слова. Которые ему будут казаться ближе, скорее всего это будет слово корж или еще какое-нибудь слово, что там придет в голову, человеку я не знаю. Но то, что он не узнает в этом хорошо, это точно. Но если вы попробуете человеку, который говорит вам, как дела, ответить хорошо, он отлично поймет и даже не переспросит, что вы говорили. Хотя вы вообще-то выкинули слог. Потому что этот слог, он самый слабый и он выкинутый. Ничего для мозга не делает. Только если будет нарушенный сигнал связи, он опять переспросит. Потому что мозг ему прочитает именно то, что было сказано хорошо, и он может задуматься, что это значит. Понятно? Как вы видите, эта закономерность не совпадает с буквенными закономерностями. Потому что если вам в зачетке написали хор, то все понятно. Хотя с точки зрения мозга, хор это хор, а не хоршок. Понимаете? То есть вот буквенное и фонетическое здесь не идут в прямой паре. Хотя вообще-то для нашего сознания, современного сознания, сознания читающего человека, у нас вся фонетика поддержана буквами. То есть когда наш мозг не поймет произношение, первое, что он попытается сделать, это представить себе это слово в буквенном виде и прочитать его самостоятельно. То есть не опираясь на ваше произношение, а опираясь на свои знания. И за счет этого он будет справляться с трудностями. Но понятно, что если таких трудностей ему создают много, то он буянит. Условно это можно выделить так. Да, вот предположим, что у нас сознание, оно сильное, и мозг у нас слушает, ну хотя бы тремя линиями записи. Хотя бы на три дорожки он все пишет. Он у многих и на одну-то не пишет. Но предположим, я не про глупость сейчас говорю, а про сосредоточенность. Потому что с точки зрения современного знания о мозге, рассредоточенность это тоже тип познания. Просто человек одновременно в нескольких системах живет и внешне может казаться очень рассеянным и не писать происходящего и на одну дорожку. Но на самом деле у него есть возможность прорываться в другие сферы за счет этого. То есть я сейчас говорю о сосредоточенном человеке, вот он пишет все на три дорожки. И вдруг он услышал неправильное произношение. Именно ударение больше всего его волнует. Он что сделает? Он на две дорожки продолжает писать, а одну он возвращается, перематывает и прослушивает этот участок заново. И здесь он уже прослушивает его внимательно. И нормальный, здоровый человек, у него именно вот так выглядит все. Но здоровых среди нас мало. А если учесть еще вот эту нетолерантность нашего мозга, то мы в основном делаем вот так вот. Че, че? Да, быть не может. Да никто так не говорит. Да только уроды какие-то так говорят. И все, он на этом так застревает, что у нас уже никаких там двух векторов никуда не идет по нему. У нас все, мы в возмущении. Мы пока не выскажем человеку все, что мы думаем по этому поводу. Мы не успокаиваемся. И у нас это происходит в голове постоянно. Вот эта зацикленность, она графически очень понятная. И мы ее в своем мозге вообще-то хорошо чувствуем. Это узнаваемый такой процесс. Когда вот вроде надо слушать дальше, а нас что-то так задело, что мы, ну, просто не можем сдвинуться, что-то там буксует и тормозит. Понятная мысль. Соответственно, очень выгодно самому говорить так, чтобы не цеплять чужого мозга зазря. Но при этом надо приучать свой мозг не буксовать, когда он встретился с инородным произношением. Понятная мысль. Причем удивительно, но факт. Мы такие претензии предъявляем только к русским людям. Когда к нам приезжает китайец и говорит, вообще ничего не поймешь. Мы с таким удовольствием узнаем любимые звуки в его речи. И нормально его слушаем. И не делаем ему замечаний. Я уж там не говорю об американцах, немцах. То есть мы вообще слушаем и слушаем. Ну, рода путает. Ну, еще там что-то. Слова неправильно согласует. Грамматика у него из чужого языка. Фонетика вообще там конь не валялся. Мы его нормально слушаем. Но стоит только русскому человеку в речи с нами поставить ударение не в том месте. Мы его искренне ненавидим. То есть у нас нетолерантность именно к своим. К чужим мы как раз очень терпимы. Этим мы его серьезно отличаемся от многих других наций. У финнов это прямо исследовано. Финны ненавидят, когда люди других культур говорят на финском языке. Ненавидят. Они считают, что никто права не имеет их языка касаться. Если только они заметили, что ты иностранец, то есть ты выдал чем-то в произношении, что ты иностранец, они переходят с тобой на английский моментально, сразу же. Вообще без предупреждения. И те, кто изучает финский язык, гордятся тем, что съездили в Финляндию и их не опознали как не финнов. Это знак того, что они говорят на очень хорошем финском языке. Потому что иначе с ними бы никто не разговаривал. То есть они, конечно, в деловом общении могут там что-то поддерживать. Человек говорит, я не буду на английском, я его не знаю. Он попытается говорить, но вообще финны искренне считают, что нельзя их язык коверкать никому. Только они сами. Понятно ли, да? Но вот она русским нам не близкая. Нам близко именно жесткое отношение к неправильностям речи у своих, а у чужих мы многое прощаем. А как немцы, американцы, например, относятся к этому? Ну, по-разному. Я всех не знаю. И я думаю, что и немцы, и американцы должны очень хорошо относиться, потому что немцы на протяжении веков не понимали даже жителей соседних деревень, говоря на разных диалектах. А американцы настолько по-разному говорят. Ну, это общеизвестно, что жизнь, что черные и белые говорят на языках, которые вообще-то не понимают. Ну, то есть они делают вид там прилично понимать. Но все, кто был в Америке, первое, что отмечают, ну, там, попался в аэропорте человек, говорящий на черном английском, все, ты просто не понимаешь, о чем он говорит. Ты должен привыкнуть, ты должен научиться задавать такие вопросы, чтобы тебе на них отвечали очень понятно и прочее. То есть в этом смысле логика ведь простая. Если внутри страны люди говорят очень по-разному, то они будут сравнительно терпимы к китайскому, английскому, к русскому, английскому. Они этим пользуются. Если страна маленькая и очень бережет свой язык, вот как Финляндия, то она будет биться за то, что, ой, все говорили только так. Это хорошо. Пять минут отдыхаем, потом возвращаемся. А в аэропорту это неправильно говорить? Что-что? В аэропорту. Ну, мне представляется, что этот случай лучше проверить по словарю. Я сам не испытываю никакого затруднения, когда люди говорят и в аэропорте, и в аэропорту. Сам я, по-моему, говорю и так, и так, не замечательно. Но словарь может думать иначе. То есть тут я не уверен в словарь. Нас ждет с вами весьма такой нетрадиционный ход в занятиях. И вам нужно к нему попривыкать немножко. Мы сейчас будем учиться слушать неправильности. Это вещь нелегкая. И я прошу, чтобы вы были сразу внимательными, понимали саму структуру разговора. Вот, во-первых, я сейчас буду диктовать вам слова. Я диктовать их буду неправильно. Я не буду, конечно же, делать ошибок всяких. Это неверно с точки зрения методики. Я буду читать их по слогам. То есть произносить все слоги как ударные. Для нашего мозга это очень опасно. Потому что он при этом не узнает слов вообще. Соответственно, если вдруг, ну вообще слов там немало, но они коротенькие. В принципе, если вы сосредоточенно будете слушать, вы все услышите. Но если кому-то покажется, что он этого слова не знает, я вас уверяю, там все слова знакомые, вы просто мысленно произнесите те же самые слоги, которые я произнес, и вам мозг тут же выдаст правильное произношение. Понятно? На будущее знайте, что когда вы хотите кому-то что-то объяснить, никогда не пользуйтесь этой смешной практикой, раз это важно произнести по слогам. Потому что когда человек что-то произносит по слогам, понять, что он говорит, почти невозможно. Это точно, что когда вы произносите по слогам, вы как бы сказали другим людям, это не слушай, все равно не поймешь. То есть вы вырезали этот кусок речи из его сознания. Это можно и показать, но давайте я не буду на это тратить время, а просто сейчас буду читать слова по слогам. Кто внимательно меня услышит, тот и сам почувствует это, что что-то здесь не то. А кто не поверил, сразу же вы просто возьмите три строчки текста, чтобы там была более-менее ясно выраженная, но непростая мысль. Ну то есть, чтобы там было несколько сочленений каких-то смыслов, и прочитайте по слогам другому человеку слог. И вы сразу, и потом просто скажите, послушаем, послушайте, спросите, что там было сказано. И вы увидите, что он помнит либо только начало, либо только концовку, а мысль целиком у него не связывается. Потому что он тратил силы на то, чтобы прослушивать заново какие-то кусочки, а целое он не слышал. Итак, пишем столбик обязательно. Пока никаких ударений, ничего не расставляем. У вас один столбик слов, и вы просто записываете то, что я читаю. Мне будет читать тоже тяжело, потому что читать по слогам, это тоже, в общем, работа не для слабонервных. Аристократия. Аристократия. Баржа. Тридорога. Высоко. Заржаветь. Включить. Добыча. Договор. Жалюзи. Заржаветь. Заклеить. Заклеить. Индустрия. Каталог. Квартал. Красивее кулинария, мышление, нефтепроводы, нормировать, обеспечить, облегчить, откупорить, осведомиться, сажи, симметрия, сироты, ворог, таможня, упрощение, украинский феномен, ходатайство, щавель, эксперт. Сейчас вы должны пройти по всему столбику и расставить ударение, ориентируясь на то, как вы говорите. То есть у вас задача не искать, то есть не пользоваться сейчас схемой, я говорю так-то, наверное это неправильно, я напишу так-то. То есть вы сейчас первый столбик, вы записываете только то, что вы считаете правильным. Следующий вопрос. Атлас в каком смысле? В том, в котором вы решите и так оформите, как решите. То есть это слово, которое показывает другую сторону ударений и их смыслоразвлечительной функции. Много не задумывайтесь, эта часть работы, она такая, должна быть быстрой. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь переходим к другой, более сложной части работы. Вы рядом с этим первым столбиком должны сейчас создать второй. Причем это принципиально не в том же столбике отмечать, а именно второй раз написать слово. Когда в том же столбике, это с точки зрения арфаэпии категорически неправильно, потому что двуударность существующее явление в русском языке и мы сейчас не о нем говорим. Итак, вы пишите второй столбик и ставите там ударение по принципу «я слышал, что так говорят, но сам говорю не так». Если вы никакого второго варианта не слышали, вы оставляете там пропуск, слово туда не переписывайте. То есть у вас пустое звено остается, понятно? То есть второй столбик вы создаете с вариантами чужими для вас. Вы так слышали, но сами так не говорите. Если там нет варианта, то вы его не придумываете, просто оставляете пропуск. Я, кстати, подумал про слово «аэропорт». Там достаточно интересная ситуация, потому что окончание «аэропорт» в нем, в том числе, в том числе, в истории, возможно, в так называемом местной поддержке. То есть «су», «порту», окончание «аэропорт», вариантное окончание «е» возможно. Но так как слово «аэропорт» новое, то у него действительно не должно быть. Вот «порки» и «порту» можно говорить, а «аэропорт» — новое слово, там, значит, нужно говорить только в аэропорте. Но я сам по своей речи знаю, что я, например, люблю произношение «Екатеринбургский», хотя это неправильно, правильно говорить «Екатеринбургский». Там же самая логика «аэропорт» шла гораздо позже, гораздо раньше, чем было создано слово «Екатеринбург». Поэтому само слово «Екатеринбургский» — это уж меня иногда так называют «Екатеринбургский». Но я говорю «Екатеринбургский». И в этом смысле в аэропорту меня тоже не тревожит, потому что это такая древняя русская пассажка. Но с точки зрения слова, там, скорее всего, будет стоять, что это не рекомендуется, потому что в современном языке так не должно было произойти. «Екатеринбургский» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Завершаем. Теперь нам нужно два ответственных человека, и вы должны их сами выбрать. Желательно, чтобы они не рядом сидели. Пожалуйста, говорите, кто у вас в группах, по вашему мнению, ответственный. То есть он может внимательно относиться к работе. Я не знаю, кто у вас старост, поэтому вам лучше... Это имя собственного, которое у нас просто... Я тоже был староста, когда я учился, и его тоже все звали староста. Ну вот один, значит, найден Алексей, а второй ответственный человек... Александр. Александр, да, я, значит, наверное, услышал Александр. Кто второй? Ну, вы, наверное, знаете, какой-нибудь еще ответственного человека? А, вот еще староста нашелся, или нет староста? Староста. Как вас зовут, напомните? Яна. Яна. Вот у нас Яна и Алексей, они сейчас будут выполнять... Азлайте, ты нам не вызывай, я не вызывай. Ой, Александр, да, извините, пожалуйста. Яна и Александр, они будут у нас... Видимо, поэтому у нас называется Староста. Это очень... Заверняется. Ну нет, Яна и Александр сейчас будут выполнять для нас такую работу важную. Они будут говорить. Нам с вами, нам будет только слушать. Но сейчас суть упражнения такая. Александр называет первое слово и второе, соответственно, из второго столбика. Ну, первая строка, скорее всего, у всех у вас будет выглядеть так. Алкоголь, алкоголь. Да? Ну, примерно так, да? Что делают все остальные? Если вы совпадаете с этим, то есть у вас в первой строке тоже алкоголь, а во второй строке тоже алкоголь, во втором столбце, да, то вы ничего там не отмечаете. Но если есть любое расхождение, то есть поменял местами варианты, у вас есть вариант, у него нет варианта, или наоборот, то есть другое какое-то ударение, третье, которого у вас нет. То есть любое изменение в этой паре слов, вы ставите галочку. То есть вы по паре слов не совпали с ним. Понятно? Можно еще вопрос? Когда мы сами расставляли ударение, просто есть слова, в которых я в зависимости от контекста ставлю в разное ударение. Если он не скажет про этот контекст, значит вы не совпали с ним. То есть у вас три там варианта, а не два получилось, или еще что-то. То есть каждый раз вы просто реагируете на совпадение и несорпадение. Как только вы не совпали, вы ставите галочку. Все, больше ничего не нужно. Понятно, да? Читающий должен читать пару, потом про себя делать раз-два, читать следующую. То есть слишком медленно не читать, но и торопиться нельзя, иначе люди ничего не успеют. А вы что-то будут совмещать их? Нет, вы про Яну вообще пока ничего не думаете. Вы про Яну не думаете вообще. У вас работа будет у всех остальных, все время такая. Вы просто слушаете пару, и ваш мозг должен помочь вам сравнить варианты, и поставить галочку, если это не совпало, и ничего не ставить, если это совпало. Еще раз напоминаю, любое несовпадение отмечается. Саша, пожалуйста. Еще можно сказать, можно не читать? Нет, надо читать. Просто это длина еще упражнения, тут тоже важна. Алфебой, алфебит. Атлас. Аристократия. Балованный, балованный. Баржа, баржа. Тридорога, тридорога. Высоко, высоко. Ключи. Добыча. Договор, договор. Жалюзи, джалюзи. Заржаветь. Заклеить. Индустрия. Каталог, каталог. Квартал, квартал. Красивее, красивее. Кулинария, кулинария. Мышление. Нефтепровод, мусиповый. Нормировать. Обеспечение. Облегчить, облегчить. Подкупорить, подкупорить. Осведомица. Сажень, сажень. Симметрия. Сироты, сироты. Дворог, ворог. Таможен. Купачение. Украинский, украинский. Феномен, феномен. Податайство. Шайвик, Шайвель. Эксперт, Эксперт. Очень хорошо. Пожалуйста, сосчитайте свои галочки. Сосчитайте, сколько раз вы с Александром не совпали. Вы считаете, подведите итог прямо числовой, поставьте это число. Сколько не совпало или совпало? Сколько не совпали. Считаем галочки. Сколько раз не совпали, сколько считали. Рома, сколько раз не совпали. 11 раз. Вы обращайте внимание на это число. В жизни мы не любим того человека, с которым мы один раз не совпали. Сколько раз вы не совпали? 15 раз не совпали. А у вас как? 17. 16 раз. 16 раз. Это и есть небольшой урок толерантности. Вы относитесь к Саше как к хорошему, ответственному человеку и много раз не совпадаете с ним в произношениях, в оценке произношений. Когда я брал пару, то вполне вероятно, что вы вообще-то говорите так же, как он. Но оценка произношения, а в паре это именно оценка, вы что-то думаете по-другому. Соответственно, наверное, есть повод слушать Сашу и в других случаях, даже если вы с ним не совпадаете. Сейчас мы посмотрим, как с Яной стоят дела. Мы выполняем ту же самую работу. Это просто вторая колонка галочек. Да? Да, почему? Ну, крестики ставите. То есть ставьте так, чтобы вы могли отдельно видеть Сашины и Янины не совпадения. Яна, да? Читаете пары. Маленькие паузы между парами. Не застреваем. И как вы уже поняли, объяснять надо только в тех случаях, если вы больше вариантов хотите дать. Вообще-то пояснять и говорить, я тут сомневался, ничего не надо. То есть сомнения пока остаются при вас. Пожалуйста. Алкоголь, алкоголь, атлас, аристократия. Не, не пометь ли, не так Москву даже у чемпионов не успеет. Алкоголь, алкоголь, атлас, аристократия, баллоны, баржа, тридерови, высоко, ключи, ключи. Добыча. Выкопор, голова. Жалюзи, жалюзи. Заржаветь. Заклей. Индустрия, индустрия. Каталог, каталог. Квартал, квартал. Красивее. Красивее. Кулинария. Вышление. Нефтепровод. Нефтепровод. Нормировать. Обеспечение. Обеспечение. Облегчить. Упорить. Осведомиться. Сажень. Симметрия, симметрия. Сироты, сироты. Ворог, творог. Таможня. Обращение. Украинский, украинский. Финомен. Финомен. Ходатайство, ходатайство. Чайвик-Чайвей. Эксперт. Очень хорошо. Считайте, пожалуйста, сколько у вас с Яной совпадений. Попутно я вам расскажу одну историю. Когда-то у нас было чуть больше часов именно на нормы. Предмет тогда чуть иначе выглядел формально. И я четыре чтеца просил, чтобы четверть человек читали, а остальные отмечали. Суть упражнения вообще-то очень понятна. Таким образом, наш мозг привыкает их к своим или чужим вариантам. И на четвертое чтение он перестает их воспринимать как чужие, относится к ним сравнительно спокойно. Однажды историки случайно подсказали мне страшное упражнение. Ну, одна девочка, она была четвертым чтецом, и что-то она недопоняла. Вообще так часто бывает, что в аудитории кто-то что-то недопонял. И она стала читать не алкоголь, а алкоголь. А у нее как-то так получалось. Алкоголь, алкоголь. Атлас, атлас. То есть она что-то там сбилась. И я посмотрел на аудиторию, в общем-то, приличную, даже не очень большую. Они ее чуть не побили. То есть, как только она поменяла бы. Вообще, с точки зрения мозга ведь все было очень просто. Не совпал, ставь галочку. Ничего такого. Ну, подумаешь, алкоголь, алкоголь. Ты же не совпал, ставь галочку, ничего больше не надо. Но нет, они ей кричали, ты не поняла. Все не то. Выхватывали у нее тетрадь, чтобы посмотреть, что там на самом деле написано. Кричали. И не успокаивались. Причем я их успокаиваю, они вроде сядут, ну и что ты ее опять снялась. Опять такой открытый. Я после этого несколько лет практиковал и подговаривал четвертого чтеца. То есть, подходил к кому-нибудь и говорю, там будет такое упражнение, когда вы будете последним чтецом, вы читаете все из первой колонки. Но после вот несколько раз чуть не побили. Мы, главное, к ним очень плохо относились, и я чувствовал, что вот я его подговорил, а сейчас на него столько негатива льется. Я перестал так делать и стал только рассказывать. И это не шутки, а действительно так. Наш мозг на самом деле очень не любит, когда что-то идет в произношении, и особенно в ударении не по его плану. Он возмущен, и он буквально не дает работать. И чем больше аудитория, тем легче это настроение увидеть. Но сейчас мы посмотрим, оказались ли Яна и Александр такими ответственными людьми, какими мы их с вами считаем. Сколько раз вы Александр с Яной не совпали? Девять. Девять. А вы, Яна? Я считала, что там, где у него были варианты, а у меня не было. Это все правильно. Сколько? У меня двадцать получил. Видите, какие они ответственные. То есть, это на самом деле типовой показатель. За все время, сколько я провожу такое упражнение, у меня только дважды в группах совпали первый и второй чтец, и тут же мы посмотрели их в тетради, они на самом деле не совпали. Это было случайное совпадение чисел. Они отмечали не те варианты. И это для вас показатель. Я не пытаюсь сейчас в чем-то убечить кого-то, а как факт, даже такую простую работу наш мозг выполняет с огромным затруднением, когда слышит чужой вариант. Вот эксперимент-то очень простой. Ведь это очень нетрудно. Услышал, сравнил, отметил. Но мозг, как только слышит какую-то дрянь, с его точки зрения, он перестает соображать. Он просто не успевает что-то там делать. Он слишком много сил тратит на то, чтобы понять, что это вариант. Ну-ка, глад, бог с ним. Понятно? А ведь вы еще не произносили, например, ни Саша, ни Яна не произнесли правильного, причем старшая норма, вариант заржавить. Ни один из вас не произнес вариант мышления, который допустимый в русском языке. И в нем нет ничего плохого, потому что в глаголе мыслить ударение на первом слоге. Существительна мысль ударение на первом слоге. Так что мышление этого вообще-то для русского языка было бы нормально. Но так уж сложилось, что более распространенным стал мышление. Ну и так далее. Домашнее задание в связи с акцентологическими нормами выглядит так. Из упражнений, посвященных сборнике «Вечевая культура молодого специалиста» составить для себя словник из 30-40 слов, которых вы не знаете, как ставить ударение, и проверить их по словарю. Подчеркну, что, к сожалению, электронные словари орфоэпические никакой подобной информации, которую я вам сегодня объяснял, не дают. И лучше подержать в руках бумажные, «Ванессовские слова». Итак, суть еще раз. Там целый ряд упражнений по трудностям ударения. Вот эти слова, это ваше дело. Захотите, проверите, захотите, нет. Хотя они, это определенный марк того, как мы говорим, в бытовых словах. Но там есть и слова специальные, разные. Вы можете из своих дисциплин, если вы знаете, что есть какие-то варианты в ударениях, проверить их по словарю. В общем, ваша задача, вы делаете для себя словник трудных случаев ударения. Понятно? Словник, вот задание выглядит так. Создать словник трудных случаев ударения. Ориентироваться на учебное пособие Пикулевой, Павловой, Шариной, где есть упражнение. А можно самим создать эти слова. Главное, посмотреть их по словарю. То есть, вы должны попользоваться словарем. У нас в зачете есть это вопрос о словаре. Там надо и полистать, и посмотреть. То есть, вы найдете там. Переходим к следующей части работы. Дальше у нас очень коротко должно быть все занятие, потому что идет к финалу. Вы делаете под заголовок орфоэпические нормы. Орфоэпические нормы. Это правило произношения буквосочетания. Правило произношения буквосочетания. В произношении буквосочетания у нас в основном действуют регулярные фонетические законы. Например, у нас все парные звонки, попав в положение перед глухим, оглушаются. Парные глухие в положении перед звонким озвончаются. Звонки согласные на конце слова произносятся глухо. То есть, у нас есть ряд законов, которые существуют, но нам их даже знать особенно-то не надо. Они работают сами собой. Причем, очень интересно, что когда привлекаешь внимание людей к этому закону, то обычно что-то такое происходит, что они начинают неправильно говорить. Например, на вопрос, как нужно произнести фразу нас двое, многие тут же произносят нас двое. Это неправильное ее произношение. Да? Произнесите сами. Нас двое. Нас двое. То есть, у нас З перед Д должно появиться, потому что это слитное произношение односложного. Нас двое. Но мы очень... Или там говоришь людям НО. НО это такое слово, где Д и Н должны произноситься одним движением языка. ДНО. И тут же человек в ответ тебе произносит КАК? ДНО? То есть, два раза шевелит языком. Хотя в жизни это регулярный закон, и он его нормально им пользуется. Попробуйте все произносить и почувствуйте, что вы одним движением языка говорите ДНО. ДНО. Что два раза там не надо, иначе два слова. ДНО. То есть, вот, несложные вещи, но есть случаи, внимание, есть случаи, когда письменное не совпадает с произносимым существенно, и об этих случаях отдельно надо говорить. Мы всего два случая с вами разберем, хотя их больше. Первый из них это произношение буквосочетания ЧН. Вот заголовочек делаем. Произношение ЧН. ЧН, вот так вот буквосочетание записывается просто в кавычках. Из старомосковского произношения в русском языке современном осталось несколько слов, буквально их чуть больше десятка, в которых на месте ЧН нужно произносить ШН. ШН. Сохранять эту норму это признак хорошего отношения к речи, хотя понятно, что тенденция идет к тому, чтобы вымывать эти случаи. Есть вещи неукоснительные, ну, например, слово «конечно». Крайне редко слышишь от кого-то произношение «конечно», хотя, например, в Санкт-Петербурге можно услышать такое произношение, потому что там вечная оппозиция в московской норме. Но дело в том, что в русском языке «конечно» и «конечно» это разные по смыслу слова. «конечно» это вводное слово, выражающее уверенность в сказанном, а «конечно» это наречие со значением «окончательное». Так как это два разных слова, то произносить их одинаково, конечно же, неудобно. Но произношение слова «скучно» это тоже абсолютная норма для современного языка, то есть тут нет варианта литературного. Вы записывайте, пожалуйста, эти слова, мы упражнение тут не будем делать, она просто, чтобы вы этот словник набрали и потом могли на него ориентироваться. Скучно это норма, скучно это ненормативное произношение, хотя когда в русском языке была создана великая строчка и скучно, и грустно, и некому руку подать, то скучно произносилось именно так, не скучно. Тогда еще старомосковское произношение не охватило весь язык, как это произошло к концу 19 века. Дальше мы с вами какие, на какие слова еще нужно обращать внимание? На слово скворечник, на слово прачечное, скворечник, прачечное. И вам может казаться, что тут уже все вокруг говорят скворечник, прачечное, и что вам это может быть удобно, но в этих словах норма тоже строгая, и лучше сохранять ее, отдавая дань этому старомосковскому произношению. Есть и другие слова. Ну, например, в слове булочное разрешается говорить и булочное. Причем словари спорят между собой, что правильнее. А ванессовский словарь считает, что булочное правильнее. Да, вариант фиксируем, друзья. Булочное. Слова типа подсвечник, порядочный, сохранять в них шн, это хороший тон. Вам вот на данный момент мы уже столько набрали примеров, что вам может казаться, что это я зря так говорю, что это хороший тон. Но можете проверить себя на собственный слух. Что вам больше нравится как произношение двоечник или двоечник. Видите, и у нас в этом слове мы уверенно говорим, хотя слова разрешают и то, и другое, мы уверенно говорим, что шн, здесь лучше. Двоечник и яичник. То же самое и яичница, и яичница. Много вы встречаете людей, которые будут говорить яичница? Я. Говорите, да? Хорошо. Ну, немного, видите? То есть, ну, говорите и говорите. Так вроде бы тоже по словарю можно, но произношение и яичница действительно более распространенное. Еще нужно отдельно сказать о женских отчествах. Ильинишна, Никитишна, Фоминишна, Савишна обязательно сша-эн произносятся. Пишутся с чны, произносятся с шны. Запишите, пожалуйста, что в женских отчествах ненормативно произносить че. Еще отдельно коротко скажу о смешном случае, о случае со словами перечница, перешница. Что такое перечница и что такое перешница? Перечница. Перечница. Нет. Перечница с перцем, перечница с перьем. Перечница это столовый прибор с перцем. Это перечница. А перешница это ругательство только в словосочетании старая перешница, черная перешница только в них сохраняется. Причем это тоже указано в словаре, это непридуманная какая-то вещь. То есть мы видим, что здесь в языке действуют универсальные процессы дифференциации. Понятно, что в целом ряде случаев че, пытаются как-то развестись. например, лучше говорить яичница, но при этом яичники остаются яичниками. Яичники не рекомендуют говорить для современного литературного языка, хотя исторически можно. Я вас не призываю говорить коричневый или грешневая каша или пряничный домик, хотя такие произношения в старомосковском произношении тоже одобрены, они там есть, но сохранять вот этот баланс буквально в десятки слов надо, и это хорошая краска в речи, которая показывает, что вы с уважением относитесь к истории языка. Другая ситуация с произношением твердого согласного перед е. Записываем следующий случай, это твердый согласный перед е в заимствованных словах. Твердый согласный перед е в заимствованных словах. Для русского языка твердость и мягкость это смыслоразличительная характеристика звука. Например, для английского языка твердость и мягкость нет смыслоразличительной характеристики. Не совсем правильно говорить, что в английском нет твердых и мягких согласных, они там на самом деле есть, но это не является смыслоразличительным. Соответственно, позиция перед э, например, в английском языке это позиция твердого согласного. Но в русской практике давно принято такое правило, это графическое правило, что английское твердое как и э в других европейских языках при переносе в русский язык записывается как е. Понятное правило? То есть, когда вы думаете, как лучше написать бренд через э или через е, знайте, это правило, надо писать через е. У нас буквально там несколько слов типа серп и рм в которых оставлено э. И то, если вы посмотрите книжки чуть постарше вас возрастом или чуть постарше ваших родителей, вы увидите, что долгое время в русском языке сер и сер, пер и пер писалось и то, и другое. Просто не было жесткого. Сейчас уже там зафиксировалось, что сер, пер, мер, э оставляют обычно. Вообще в графике надо елис. Что происходит, вы дальше сами понимаете. Пока говорят люди, знающие иностранный язык, они сохраняют твердый перить е. Как только слово попадает на бумагу и попадает к людям, которые читают, но не знают иностранного языка, написано бренд, они будут читать бренд. Понятно? Каких-то 10-15 лет назад, когда я в аудитории на этой теме произносил слово компьютер, аудитория хохотала. Им казалось, что так никто никогда не будет говорить. Сегодня включите любую программу, посвященную компьютерной технике. Вы увидите, что и специалисты рынка, и журналисты, и дикторы через раз до каждый раз говорят компьютер. Потому что это сладый слог, концовка слова. Здесь смыслоразличительная функция очень невелика. И в отличие от слов бренд, сэр, мэр, где это односложные слова и под ударением, где это очень важный слог и его не переделывают, то в компьютере очень быстро все произошло. Ну и компьютеры так распространились, что слово обрусело. Сейчас примерно то же самое происходит со словом менеджер. Уже многие словари фиксируют, как допустимое произношение менеджер, менеджер. Эти произношения многие словари разрешают. Слово бизнесмен обрусело очень давно. Мягкие произношения разрешены еще с 80-х годов 20-го века. Понятно? То есть это постоянный процесс обрусения. И вы видите, что там, где это ударный слов, там все идет медленнее. И чем меньше словов в слове, тем медленнее это идет. Если слово длинное идет быстро. Ну например, слово тент долго не превратится в тент. И теннис в теннис. Да? Долго не превращается. Но например, слово термин давным-давно только с мягким можно произносить, а термин не рекомендован. Биологам я очень люблю рассказывать, что основное произношение слова бактерии по словарю это бактерии. Это правильно. Бактерии допустимо, поэтому к счастью они не шокируют своих преподавателей, потому что если они придут и все будут что-то говорить бактерии, боюсь, что старшие товарищи биологи не поклажат русский язык за это. Это реальность слова давно в русском языке оно обрусело. Правильно говорить свитер, хотя свитер тоже можно. Понятно? То есть вот в этой зоне идут быстрые изменения. Я сам когда-то попал на такую ситуацию, меня попросили юристом прочитать курс, и я читая почти автоматически проверил слово, которое я всегда произносил с твердым согласным, но оно не было для меня профессиональным, а тут к юристам пришел, проверил, оказывается давно уже правильно юриспруденция говорить, и мне пришлось на ходу себя переучивать, чтобы не сказать им по привычке юриспруденция, так как я привык говорить. В студенческое время это редкий случай, когда вы можете перепроверить термины своих наук, как они на самом деле говорятся с точки зрения норм русского литературного языка. Поэтому здесь у вас задание именно перепроверять понятная мысль. То есть я не даю вам здесь набора словника, опрошу вас в тех случаях, где вы видите, что твердый перед е сохраняется, просто посмотреть слово в словаре и убедиться, что он там есть. Понятно? Потому что учителя вам передают именно так, от учителя к учителю, от учителя к учителю, и может быть вы дублируете произношение 100-летней давности, 200-летней давности, и не замечаете этого, потому что студенты в свое время не открыли слова. Заканчивая сегодняшнее занятие, я напомню вам еще о существовании в русском языке, мы это не записываем, это все уже финал, о существовании в русском языке звука «жи». Долгий, мягкий звук «жи». Для древнерусского языка это исконный звук. Раньше все «жи» в русском языке были «жи». Отсюда написание «жи-ши», что там был мягкий согласный. Сейчас в русском языке осталось буквально несколько слов, в которых долгий, мягкий «жи» сохраняется и приветствуется. Это ваше дело, как произносить дрожжи или дрожжи, возжи или возжи, дожди или дожжи, позже или позже. Здесь пожалуйста. Хотя вы сами даже на этих примерах видите, что долгий, мягкий «жи» нашим сознанием воспринимается как красивый звук, а «жи» как некрасивый звук. По оценке фоносемантиков «жи» самый некрасивый звук в русском языке. Но есть пара слов, в которых долгий, мягкий «жи» становится принципиальным. То есть надо помнить, что заря брызжит, а фонтан брызжит. Потому что если вы здесь начнете говорить «заря брызжит», то это что-то совсем другое. Это просто уже так как эти слова нечастые «брызжит», то советую вам их запомнить и пользоваться ими. А уж произносить «жи» или «жи» это ваше дело, хотя «жи» это больше похоже. Всего доброго на сегодня. Кто с вопросами «üşя» «ジ숙а»